Что ж, вот и подходит к концу 2022 год. Сказать, что тот год был худшим для крипты, ничего не сказать. Те, кто активно следили за всеми криптособытиями, наверное радуются, что 2022 год наконец-то заканчивается. Ведь год был достаточно сложным, особенно для тех, кто покупал биткоин по 60 тысяч, эфириум по 4, а солану по 200 долларов. 2022 год был насыщен огромным количеством различных событий. Правда, большая часть из них была негативной, чего только крохтеры и FTX стоят. Но даже в истории с FTX есть рождественское чудо, потому что нашего Кудрявого друга прямиком из грязной тюрьмы отправили на зимние каникулы домой к родителям. Кудрявый все-таки добился освобождения под залог 250 миллионов долларов. Вот только при этом он не заплатил ни копейки. Залогом стал его дом, в котором он сейчас уютно отдыхает. Я, конечно, не риэлтор, но в жизни бы не сказал, что он стоит 250 миллионов долларов. И его заберут только в том случае, если Сэм нарушит условия суда. На эту тему мы, конечно же, сделаем отдельное видео, но сегодня давайте постараемся немножко расслабиться, выдохнуть и с улыбкой на лице вспомнить все самые яркие события этого года. Подведем с вами итоги, посмотрим, что было хорошего, плохого. В цифры и статистику особо вникать не будем, думаю, вы, как и я, наверное, уже от нее устали. Давайте просто сделаем чашечку чая, пообщаемся, повспоминаем былые времена и начнем накапливать силы на следующий год. Ведь кто знает, что нас ждет дальше? На протяжении этого года мы всегда оставались на связи, упорно делали для вас только самые актуальные видео и с каждым днем масштабировались благодаря вашей поддержке. Поэтому лучшим новогодним подарком от вас будет, конечно же, лайк этому видео и подписка на канал. Пожалуйста, сделайте этот новогодний подарок, для нас это очень важно. К сожалению, этот ролик последний в этом году, но далеко не последний на этом канале, потому что в следующем году мы не будем сидеть сложа руки, а будем максимально улучшаться и делать для вас наши видео только круче. Так что каждому искренне спасибо за поддержку, давайте начинать. Всем привет, меня зовут Влад и я рад вас видеть в этом новогоднем выпуске на канале Coin22. Как я говорил в начале, до конца года новые видео выходить не будут, но крипта явно на месте стоять не собирается, поэтому обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы 24 на 7 на связи и держим вас в курсе всех самых актуальных событий из мира крипты, на которых вы, естественно, можете зарабатывать. Итак, давайте же вспомним, с каким настроением начался этот год. Я имею ввиду капитализацию рынка крипты и стоимость биткоина, ведь так будет гораздо проще подвести итоги и узнать, сколько мы потеряли или, возможно, заработали. Начиналось все достаточно неплохо, ведь 22-й стартовал с общей капитализации в 2,3 миллиарда долларов. Это был небольшой спад после ноябрьского пика 21-го, и все думали, что в скором времени рынок вернется на прошлое значение и продолжит рост. Биткоин также не оставался в стороне и более-менее был устойчивым в начале этого года, после чего и появилась знаменитая байка о цене в 100 тысяч долларов до конца года. Но, к сожалению, январь был закрыт на отметке минус 16%. Остальная крипта демонстрировала похожие цифры, но за февраль мы получили хорошее восстановление. Вообще, начало года запомнилось сумасшедшим бумом абсолютно нового направления, которое зародилось прямо на наших глазах. И это те самые NFT-токены. Вспомните, тысячи различных картинок, гифки, короткие видео, все это было на слуху у каждого, даже у тех, кто вообще не интересовался криптой. Ярким представителем стали художники, которые начали активно создавать сотни различных коллекций в день и выкладывать в надежде получить заветный эфир, который, напомню, стоил 4000 долларов. В начале года рынок NFT оценивался в 25 миллиардов, и как раз таки в то время были созданы эти знаменитые обезьяны и криптопанки стоимостью в неплохую квартиру. Когда простые ребята узнали, что продавая NFT можно зарабатывать миллионы, каждый второй стал выкладывать тысячи картинок из интернета на OpenSea. Конечно же, через сеть Polygon, ведь лишнее 100 баксов за газ эфира никто платить не хотел. И таким образом капитализация рынка NFT на конец января составила более 30 миллиардов долларов. С развитием NFT начали появляться игры на блокчейне, которые использовали знаменитый слоган «Играй и зарабатывай». Эти игры также привлекали большое внимание людей, ведь можно было просто играть в обычную ферму на телефоне и получать за это настоящие деньги. Ну, по крайней мере, так утверждали сами разработчики. Известными играми стали Axie Infinity, отдельные метавселенные Decentraland и Sandbox. Кстати, метавселенные и Web 3.0 также стали культом начала 2022-го. Ведь даже сам Цукерберг так активно начал интересоваться этим направлением, что даже изменил название своей компании Facebook на Мета. Но, как показала практика, он совершил самую большую ошибку, когда полностью поменял направление своей компании, потому что акции Мета за один год упали на 64%, а для такой компании это сумасшедшие потери. Люди быстро устали от игры Play2Earn и тогда был придуман один очень интересный проект, уже с другим слоганом «Ходи и зарабатывай» под названием Stepan. Стоит отметить, что он был один из самых известных проектов этого года. Приложения Stepan скачивали все, но начинали в него играть только самые отважные. Ведь, чтобы получать деньги за шаги, нужно было купить те самые NFT-кроссовки, которые на то время стоили пару салан, что составляло больше 200 долларов. Сейчас они тоже стоят две саланы, но в переводе на доллары деньги уже далеко не те. Кроссовочная инфляция получается. Да и монеты GMT уже ничего не стоят. Мы снимали много видео про Stepan, и в каждом из них говорили, что это проект-минутка и закроется, как только люди перестанут играть. И начиная с мая, мы активно шартили GMT. Сейчас деньги за шаги уже никто не получает, проект сдулся, ну всё как мы и говорили в наших роликах. Вообще, благодаря NFT в этом году развелось огромное количество скам-проектов. И знали бы вы, сколько этих контор с кнопкой бабло пишут нам на почту, чтобы мы их прорекламировали. Но, как вы могли заметить, никаких подобных проектов на этом канале нет. Мы рекламируем и советуем только то, чем сами пользуемся. И одним из таких продуктов является наша подписка Coin22Pro, которая уже на протяжении полугода успешно работает и приносит участникам прибыль. За время работы подписки Pro участники получили более 100 прибыльных сделок на различные монеты. И под конец года они также не остались без подарка, ведь получили прибыль благодаря 10% росту луна, на которую была предоставлена аналитика. Подписка Pro это не только возможность зарабатывать на крипте, а прежде всего это поддержка нашего канала. Поэтому благодарим каждого участника за то, что вы нам доверяете и помогаете развивать канал. А если ты также желаешь присоединиться к подписке Pro, переходи по ссылке в описании, получай новогоднюю скидку и начинай зарабатывать уже сегодня. Помимо всех этих NFT-игрушек, были и более серьезные события, которые довели рынок крипты до такого состояния, в котором он сейчас находится. Я имею в виду рекордный уровень инфляции в США, которая в апреле начала активно расти. Тут-то мы и познакомились с ребятами из ФРС. И многие узнали про такую вещь, как процентная ставка. Ведь когда Пауэлл в начале мая объявил о повышении на 0,5%, биток потерял 10 тысяч долларов. И пробил новое дно. Хотя раньше криптоинвесторы не особо следили за тем, что говорит ФРС, а теперь и ПЦ, а также процентные ставки являются неотъемлемой частью рынка крипты. Но биткоин не упал бы до такого низкого уровня, если бы не еще одно значимое событие для крипты. И это, конечно же, майский крах Терра Луны. Пожалуй, такой масштабный скам от короля стейблкоинов до Квона был один из первых, который ощутил на себе каждый. Ведь после падения USDC и монеты Луна, рынок криптовалюты потерял более 60 миллиардов долларов. И это при самых минимальных оценках. К тому же Терра Луна запустила эффект домино, когда различные криптокредиторы начали банкротиться. Самым известным банкротом стал Цельсиус, который из-за падения биткоина насобирал более 4 миллиардов долларов долгов. И, естественно, до сегодняшнего дня ни копейки никому не выплатил. Лето началось с падения битка до нового дна в 17 тысяч долларов. А все потому, что инфляция в Америке продолжала расти и дошла до своей рекордной отметки за последние 40 лет. Из-за чего ФРС начала повышать ставку на свои любимые 0,75%. Инфляция доллара привела к тому, что в банках, в различных приложениях для платежей и в P2P на биржах была заметная разница в курсах валют. После чего на свет появился всеми известный арбитраж. Пожалуй, арбитраж стал намного популярнее NFT. Ведь абсолютно все мошенники, инфо-цыгане и прочие скамеры активно начали снимать ролики в ТикТок, показывая свою якобы роскошную жизнь и таким образом разводили неопытных ребят, которые хотели так же. Ой, а сколько схем было придумано. Курсы, прибыльные связки с банковскими картами. Это просто ужас. Но благодаря тому, что мы выпускали много видео на эту тему и постоянно разбирали новые схемы арбитражников, вас не обманули и деньги вы не потеряли. Мы наглядно показывали, что на арбитраже заработать очень сложно. А учитывая, что могут заблокировать карту и придется разбираться с банком, этот метод заработка вообще того не стоит. Вот поэтому вся эта шумиха вокруг арбитража быстро утихла и сейчас вы уже мало где встретите этих цыганей, продающих свои чудо-связки. Летний отпуск крипта провела более-менее стабильно, без всяких падений и скачков. Особых событий летом не было и лично для меня лето запомнилось обсуждениями вокруг нового обновления Ethereum, когда он должен был перейти на пост. Фанаты эфира били себя в грудь и кричали, что эфир точно улетит в космос после слияния. Эту тему мы также не оставили в стороне и выпускали несколько роликов про Ethereum. Если сравнивать с дном в 900 долларов, эфир немного восстановился только благодаря хайпу и за обновление. Но после того, как 15 сентября эфир перешел на пост, цена начала активно падать. Ведь никто быстрой и дешевой транзакции не получил. И об этом мы также говорили в наших видео. Так что те, кто смотрели, вместе с нами заработали на шарте эфира. Конец октября стал значимым для одного популярного мемкоина Доги, который Илон Маск запампил на 180% после покупки Твиттера. В последние дни октября и в начале ноября все внимание было направлено на Доги и Маска. Ведь все ждали, когда Илон интегрирует Доги в Твиттер. Но, к сожалению, все, что успел сделать Маск, это уволить тысячу сотрудников и сделать синюю галочку платной. Илона Маска очень быстро забыли, потому что на горизонте появилась более важная новость, связанная с банкротством FTX. 8 ноября события развивались очень быстро, и мы для вас максимально оперативно целую ночь готовили вот этот ролик, в котором рассказали, что вообще происходит. В ноябре абсолютно все новостные ленты были забиты обсуждениями про Кудрявого Сэма, биржу FTX, Binance и Биткоин, который пробил новое дно 15 с половиной тысяч долларов. Но Сэма все-таки арестовали, о чем мы сняли даже отдельный мини-фильм. Да, вот такой подарочек от Кудрявого мы получаем под Новый год. Биткоин с большим трудом двигается до 17 тысяч, остальная крипта стоит на месте, либо падает, и с таким настроением придется закрывать этот год. Но чтобы хоть как-то отвлечься от этого негатива, давайте напоследок проведем награждение по различным номинациям 2022 года, как это делают на премии Оскар. В нашем конкурсе призовые места никто не покупал, но если вы будете не согласны, обязательно можете выразить свое мнение в комментариях. Итак, первая номинация под названием «Лучшее в кавычках событие 2022 года». И у нас есть три кандидата. Крах Тералуны, переход Эфириум на POS и банкротство второй биржи мира FTX. С преимуществом в 2 балла победу собирает банкротство FTX, после которого за одну неделю бесследно пропали 32 миллиарда долларов. Данное событие 100% заслуживает награды, ведь оно подняло шум не только в сфере крипты, а вообще по всему миру. Во всех СМИ, группах, каналах только и обсуждают Кудрявого Сэма и его многомиллиардный скам. После этого подняли вопрос полного запрета крипты, о чем мы говорили вот в этом ролике. И следующий год явно начнется с продолжения обсуждений Кудрявого Сэма и банкротства FTX. За награды Сэм, конечно, приехать не смог, ведь у него домашние дела, так что отправим ему по почте. Переходим к следующей номинации. «Лузер года». В ней участвуют только те монеты, которые показали самую худшую динамику за этот год. Кандидатов на это место было много, я бы даже сказал весь CoinMarketCap хотел здесь побывать, но отбор прошли только три. Это монета, которая лидировала в сфере NFT и должна была стоить 500 долларов Солана, токен предыдущего кандидата Terra Luna и монета, которая должна была выйти в этом году победителем в судебном деле Ripple. Учитывая не только потерянную стоимость, а шикарный потенциал, победителем становится Terra Luna, которая соскамилась со 100 долларов в полный ноль. Честно говоря, у Terra были все шансы, чтобы занять лидирующие позиции на рынке, но король стейблкоинов где-то допустил ошибку, после чего стейблкоин пошел коту под хвост. Тем не менее, это событие показало нам, что стейблкоины могут быть не такими уж и стабильными. Следующая номинация называется «Лидер года», монета, которая показала наилучшее движение и развитие. Конечно, придется выбирать лучшую из худших, тем не менее, у нас также есть три кандидата. Это самая брендовая и наша любимая монета Polygon, токен самого популярного кошелька от раствали TVT и полностью обновленный Ethereum. Поскольку CZ и Бутерин отказались платить нам за рекламу, лидером становится Polygon. В нашем недавнем видео мы подробно разбирали Polygon и по-прежнему считаем его лучшей монетой 2022 года. Это единственная монета, которая на протяжении всего года радовала нас положительными новостями, партнерствами с мировыми брендами, активным движением цены, а также заслуженным местом в топ-10. У Matic есть все шансы, чтобы в следующем году показать еще более динамичный рост и вырваться на новые ступени в рейтинге, так что мы продолжаем инвестировать в Polygon. И последняя номинация под названием «Человек года». В кандидаты попали корольства и белкойнов Доквон, основатель Ethereum Виталик Бутерин, багамский мафиозник Сэм Бэнкман Фрид, или как его кличут в народе кудрявый Сэм, и монополист Чампен Джао. Бесспорно, единогласным решением судей человеком года становится CZ. Человек, который смог за один год положить рынок на лопатки, одним твиттером разрушить целую биржу и даже помочь Илону Маску купить твиттер. В этом году CZ масштабировал свою компанию семимильными шагами, выкупая все на своем пути. Для криптоиндустрии он, конечно, сделал многое, поэтому награда 100% достается ему. Вот таких победителей мы получаем в этом году. Все остальные номинации, которые не были озвучены в видео, предлагайте в комментариях. Будем коллективно выбирать призеров. Надеюсь, в этом ролике у меня получилось немного поднять вам настроение и отвлечь вас от всего этого негатива, который накопился в последнее время. Напоследок, хотел бы вам посоветовать в ближайшую неделю отдохнуть и полностью обнулиться, чтобы максимально свежим начать следующий год, ведь он 100% должен быть лучше, чем этот. На следующий год у нас есть очень много интересных идей для роликов, так что оставайтесь на связи, чтобы их не пропустить. Также свои идеи и вопросы пишите в комментариях. Спасибо каждому, кто поддерживал Coin22 на протяжении этого года. От всей команды поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Увидимся в следующем году. До скорых встреч.